Так как любой театр начинается с вешалки, любая полиция, любой отдел МВД начинается с дежурной части. Фраза «я приглашаю вас в дежурную часть транспортной полиции» в другие дни не располагает к общению. Но сегодня иное дело, хотя бы потому, что появилась возможность познакомиться с аппаратурой, на которой снимают отпечатки пальцев. Оказывается, за сутки сотрудники линейного отдела идентифицируют на папилломе 2-3 человека. Есть такое новое слово «профайлинг», то есть сотрудник полиции изучает профайлинг. Это выявление лиц в пассажиропотоке, то есть по мимике, по жестам, по психологическому портрету. Если он подпадает под те или иные параметры, то есть гражданину подходит сотрудник, представляется, просит пройти. Мы их проверяем, прогоняем по базе, получаем результат. То есть результат в течение 2-3 минут, не более, происходит связь с базой и получаем всю информацию на нарушителя. Либо это нарушитель, либо это гражданин, у которого, получается, нет с собой документов. Он может сказать свою фамилию, а может свою фамилию соврать. Далее следует радушно приглашение откатать пальчики. Кто-нибудь пальчики откатывал? Кому-то доводилось, что их проверяли по базе, да? Если есть желание, мы можем вам показать непосредственную работу, показать, как откатывают пальчики. А если кого-то нет в базе, мы в базу сейчас можем занести. Как это все происходит? Либо проверить. Информация сверяется по трем базам. Якутск, Хабаровск и Мирный. Все работает, шутят школьники. И фотка хорошая, хоть на аватарку в социальной сети добавляй. Так поучительно и непринужденно происходит знакомство с профессией. Что-то полезное узнала сегодняшняя визита сюда в аэропорте? Ну, я узнал, что наша полиция работает хорошо. В любом случае, если что-то натворишь, все равно найдут. Дальше зона спецконтроля. Хотя на этот раз никто не просит снять часы и ремни, но рассказывает, почему это необходимо сделать при прохождении контроля. А в соседнем зале работает эксперт по досмотру чемоданов и сумок, сданных в багаж. Зеленый что? Зеленый – это пластмасса, это же тоже металл. Эксперт поясняет, что узнать, из чего сделан тот или иной предмет, можно по цвету. На экране среди родных ключей и денег яркой лазурью вспыхивает подброшенный нож. Любопытство на всех без исключения лицах. И, как все интересно, необычная экскурсия заканчивается очень быстро. Пожелание учащимся быть законопослушными и работа линейного отдела продолжается.